Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это мировые новости. В ночь на 27 апреля Роскомнадзор на два часа заблокировал IP-адреса российских соцсетей и крупнейших интернет-компаний. Так пострадали Яндекс, ВКонтакте, Одногласники и даже зарубежные Facebook, Twitter, Yahoo и Live Internet. На этот раз молчавшие ранее представители Яндекса и ВКонтакте не выдержали и заявили, что действия регулятора вредят всему Рунету и он может развиваться только в условиях открытой конкуренции. В Роскомнадзоре, впрочем, не стали как-то на это реагировать, у них и своих проблем хватает. Телеграм-то до сих пор работает. Однако без поддержки ведомства не осталось и в ход пошла тяжелая артиллерия в виде активисток патриотического движения отряда Путина, которые проявили очередной перформанс, в ходе которого сожгли портрет создателя Телеграм Павла Дурова и логотип мессенджера. Среди лозунгов, например, был прекрасный «Дуров, уймись, иначе мы приедем к тебе и будет тебе плохо». Конечно, все это выглядит так, как будто кто-то хотел, чтобы эта акция выглядела максимально плохо и китчево, но в любом случае пошумели они знатно. А вот в Ленинградской области, в деревне Старополье, местные школьники установили памятник Телеграму в виде логотипа мессенджера, голубого самолетика и надписью «Цифровое сопротивление» на английском языке. Самое интересное, что деньги на памятник они попросили у местного депутата Владимира Петрова. Правда, дети просили помочь в приобретении компьютера, но в итоге потратили их на арт-объект. В администрации сельсовета пока не решили, сносить памятник или нет. Говорят, что депутат даже не обиделся на ребят. И вообще, все больше и больше людей у власти и около власти признают, что Телеграм заблокировать невозможно. И чем дальше это продолжается, тем глупее выглядит эта ситуация. Но сдавать назад это не в привычках нашей власти. Тем временем, 27 апреля против Роскомнадзора был подан третий иск от представителей бизнеса, который пострадал от многочисленных блокировок сайтов. И похоже, он будет не единственным.